Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 20 тура английской премьер лиги Брэндфорд-Бордмут. Встречаются 9-я и 16-я команды АПЛ. Матч первого круга на поле Бордмута закончился в ничью 0-0. В этой паре прослеживается очень интересная тенденция. Начиная с 2014 года на поле Бордмута фиксировались два варианта счета 1-0 или 0-0, а на поле Брэндфорда 3-1 или 2-1. Смотрим, как соперники отыграли свои матчи предыдущего тура. Брэндфорд немножко неожиданно обыграл дома Ливерпуль 3-1, который сейчас находится вроде бы не в плохой форме, но вот стабильностью не блещет. Гости просто безобразно сыграли в обороне. Хозяева в первом тайме трижды забивали голы после подачи угловых с правого фланга, но судья засчитал только один. И все же Висса удалось удвоить счет перед самым перерывом. Команда Клопа на второй тайм вышла очень агрессивной. В первые пять минут забила два гола, но судья снова засчитал только один. Судьбу матча решил гол Мбэмо, который был забит в быстрой контратаке, опять же, при далеко не лучшей игре защитников гостей. Борнмут без шансов проиграл свой матч на Олд Траффорд, получив три сухих гола в свои ворота. Правда, при счете 0-2 у гостей были две великолепные возможности, чтобы забить гол, но выше всяких похвал играл Дехея. В матчах на Кубок Англии Брэнфорд минимально дома уступил Вестхэму 0-1. Все решила грубая ошибка вратаря, который пропустил в концовке матча несложный удар со средней дистанции. Борнмут изрядно повеселил публику, проиграв дома Бёрли 2-4. Команды попросту играли в поддавки соревнования, с чьей защитой больше будет пороть боков. Как оказалось, выиграли хозяева. Прогноз на исход матча. Брэнфорд выиграл три из последних десяти своих матчей. У Борнмута две победы, которые Вишни добыли в матчах с Эвертоном, которые прошли с разницей в четыре дня эти матчи прошли. Последние пять матчей Борнмут проиграл. У Брэнфорда дома четыре победы, но ни разу Пчелы не выигрывали два домашних матча подряд. У Борнмута только одна выездная победа. Последние четыре выезда Вишни проиграли, забив только один гол. В последних трехочных матчах на поле Брэнфорда Пчелы всегда выигрывали. Примечательно, что во всех этих матчах первые таймы заканчивались на обе забьют «Да». Достаточно редкое явление, тем более для таких команд. Глядя на текущую форму Борнмута, как-то не верится, что Вишни могут выиграть сейчас у Брэнфорда на его поле. Да еще при такой статистике. Пожалуй, максимум, на что могут рассчитывать гости, это ничья. Борнмут в кубковой игре с Берлина порол боков на 10 матчей вперед и остается надеяться, что на этот раз команда сыграет надежнее в обороне. Брэнфорд дома играет, в принципе, очень прилично. Потенциальная ничья в этом матче, надо сказать, будет большим успехом для гостей. Очень надежно смотрится вариант победы хозяев с нулевой форы, но коэффициент ниже Плинтуса, всего 1.26. Однако брать чистую победу Брэнфорда за 1.67 не очень-то и хочется, если честно. Борнмут запросто может выдать хороший матч после длинной плохой серии. Ничью здесь нельзя отбрасывать, она вполне возможна. И уж если выбирать между победой хозяев с нулевой форой и ничьей, то, наверное, логично отдать предпочтение второму варианту, который имеет коэффициент в 4 раза больше. Брэнфорд в последнее время чаще играет результативные матчи и ни разу не играл 2 низовых матча подряд. Борнмут также чуть чаще играет результативно, при этом очень много пропуская. В последних 5 проигранных матчах вишни пропустили 12 мячей. Брэнфорд дома и Борнмут на выезде чаще играют результативно. 2 последние домашние матча пчел были результативными. Ни разу в этом сезоне Брэнфорд дома не играл 3 результативных матча подряд. Борнмут на выезде в последнее время чередует низовые и результативные матчи. На очереди стоит как раз низовая игра. Последние 3 очные матчи на поле Брэнфорда были результативными. Будем надеяться, что голевая феерия у пчел должна бы уже подзакончиться, а Борнмут должен бы подсобраться после 7 пропущенных голов в двух последних матчах. Да и 4 очная результативная игра на поле Брэнфорда, наверное, все же будет перебором в этой паре. На низовой матч дали очень хороший коэффициент. И, пожалуй, этот факт окончательно развеивает все возможные сомнения. Тут есть ради чего рисковать. Шанс на низовой матч здесь явно выше 50%. Коэффициент 2.12, ну, в принципе, очень-очень привлекателен. Обе забьют, да нет. Брэнфорд сейчас куда чаще играет в забивные матчи. И никогда в последнее время не играл два нулевых матча подряд. У Борнмута другая ситуация. Вишни очень часто не забивают и практикуют длинные серии, как нулевые, так и забивные. Последние 3 домашние матча пчел были забивными. Последние 2 выезда Вишни были нулевыми. Это самые длинные серии команд. 3 последние очные матчи на поле Брэнфорда были забивными. Как видим, шансы здесь примерно 50 на 50. Наверное, все же чуть-чуть с уклоном в сторону нулевого матча. Но на нулевой матч дали высокий коэффициент. Поэтому логично взять, наверное, именно его. Угловые удары. Брэнфорд дома играет примерно 50 на 50 по тоталам угловых. И не играл длинных серий. Поэтому можно ждать, наверное, скорее все же низовой игры. Последние 3 выезда Борнмута были очень результативные в плане угловых. В мощных матчах соперники идут по убывающей. 20-13-8. В такой ситуации логично, наверное, дать предпочтение низовому варианту матча. Тотал меньше 10 с половиной выглядит вполне адекватным для этой игры. Коэффициент должен быть вполне нормальным. Желтые карточки. Брэнфорд дома отыграл только 2 матча по низам, но никогда не играл длинных результативных серий. Более 3 матчей. Борнмут на выезде лишь 2 матча провел по верхам. В очных матчах соперники играют либо очень результативно, либо очень корректно. В такой ситуации, наверное, лучше отдать предпочтение варианту низового матча на тотал меньше 3 с половиной должны дать очень хороший коэффициент. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч, конечно же, тотал меньше 3 с половиной, коэффициент 1.36. Оптимальный вариант тотал меньше 2 с половиной, коэффициент 2.12. Соби забьет, нет, ну не очень, если честно, хочется здесь связываться, поскольку потенциальный счет 1.1 тут запросто возможен и не будет большой неожиданностью. Ну, доходный вариант, конечно же, это классическая ничья, коэффициент очень хороший 4.20. Ну, как бы пора Брэнфорду уже и не выиграть на своем поле у Бёрли, у Борнмута. Тем более, в этом сезоне Пчелы, как уже было сказано, ни разу не выигрывали 2 домашних матча подряд. Будем надеяться, что эта тенденция продолжится. Ну, а шанс на то, что здесь сможет выиграть Борнмут, вообще мизерный. Вряд ли, очень вряд ли, что здесь выиграет Борнмут. Как оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!